всем привет девчонки в этом видео я хотела рассказать вам про беременность поговорить про нее сказать пару советов как сделать так чтобы ваша беременность проходила легко комфортно чтобы от нее остались только хорошие яркие положительные эмоции рассказать что мне было важным во время беременности что мне понадобилось что не понадобилось и пару советов во время беременности женщине всегда надо выглядеть хорошо ухаживать за собой вот для этого самый главный пункт и я бы выделила это комфортная одежда когда ты в комфортной одежде комфортно себя чувствуешь сразу настроение или появляется и уверенность себе поэтому я когда была беременная обязательно приобрела несколько платьев именно для беременных сейчас покажу я приобретала вот такое вот платье летнее оно такое легкое хлопковое вот сзади на завязочках открытые плечи вот на самую жару само то было затем я приобретала вот такое вот платье тоже для беременных фирмы софия у них кстати очень много одежды для беременных оно с пояском я его носила когда с пояском когда и без вот следующее это вот такое вот длинное платье но я его часто не одевала она получается с открытым плечом я его часто не одевала потому что в его составе немного было синтетики и тело не дышала поэтому я его одела буквально пару раз и вот такое вот платье я его одевала на выписку из роддома она тоже для беременных белое кружевное вот такой вот плащ тоже этой фирмы одель они кстати тоже специализируются много вещей на для одежды на беременных вот и кстати я вот под это платье под это платье приобрела конвертик и платьица для моей доченьки на выписку и также я приобретала вот такие вот джеггинсы для беременных ранее подготовьте все вещи на выписку из роддома я при выписке из роддома одевала вот это вот белое платье и под него я приобретала вот такой вот конвертик на выписку он идет как конверт одеяло то есть я хотела все в одной такой цветовой гамме все в белом цвете вот он такой конвертик белая классно к нему также шел бант вот такой вот и вот такой вот платьица боже какой на маленькой совсем вот такой вот платьица и повязочка на головку вот у меня все было в одном белом цвете мы при выписке при выписке из роддома когда уже оделись у нас все врачи когда нас провожали сказали что очень красиво у нас было все подобраны стиль ну стильно говорит вы так готовились вот как две принцессы сказали но очень приятно было слышать конечно в нашу сторону столько комплиментов ну и вот самой даже потом приятно вспоминать смотреть на фотографии поэтому обязательно подготовьтесь к выписке из роддома продумайте свой гардероб ну это конечно по желанию как кто сам хочет заведите себе ежедневник записывайте все что вам говорит ваш врач все советы какие-то витамины все что вам надо все фиксируйте все там также я читала все все что мне давали какие-то брошюрки даже сидя в поликлинике я набирала какие-то листовки что там лежали какие-то вкладыши брошюрки я собирала все и просто вот мне настолько было интересно я читала все подряд вот так же я читала вот такую вот книгу начинала читать это фирмы ой фирмы это автор сергей зайцев ваш ребенок от рождения до школы и также я читала его тоже книгу это книга по беременности и рода сейчас тяжелее у меня нету с собой вот я ее всю прочитала вот что еще хотела сказать также я ходила на курсы по беременности и рода вот очень много интересного нового полезного даже рассказывали то что я не находила в интернете вот так же там рассказывали про грудное вскармливание по организации детской комнаты очень много полезного поэтому если будет у вас возможность обязательно посещайте курсы я ходила на бесплатные курсы которые были предоставлены вот самой поликлиникой в которой я обслуживалась время беременности мы приобрели увлажнитель воздуха потому что почитали это как не только для себя полезно так и для малыша как только родился очень полезная так сказать покупка нам даже врач-педиатр когда вот только мы с родома приехали приходила спрашивала если у вас увлажнитель мы показали что да есть она очень нас похвалила сказала молодцы что приобрели у нас вот такой вот сейчас покажу фирмы это tefal вот такой вот сейчас 23 градуса здесь и температуру показывает в комнате и влажность то есть сами можем регулировать больше меньше вот принципе мы почитали очень много отзывов и нам вот этот увлажнитель больше всех понравился также я уделяла большое время внимание по уходу за телом я приобретала масло bio oil большом объеме сразу брала она очень классная для предотвращения растяжек вот и также я пользовалась только детскими кремами и приобретала также для волос масло by вот потому что волосы конечно выпадали вот в принципе только вот этими средствами пользовалась ничего нового я не экспериментировала в этот период также я не красила волосы не наращивала ресницы не делала маникюр не педикюр потому что я не знаю конечно в интернете все по-разному пишут кто красит кто говорит что вредно не вредно ну все таки я придерживаюсь так сказать таких старых традициях у меня мама говорила что она волосы не красила ничего не делала во время беременности и я тоже не рисковала и всем спасибо и конечно самое главное это поддержка родных и близких вам людей тогда ваша беременность придет хорошо спокойно и останутся только хорошие воспоминания так что спасибо большое за просмотр всем пока пока